Какие у вас планы? Какие проекты, может быть, новые? А может быть и не новые, может быть, уже наработки? У нас, значит, да, есть уже и наработанные проекты, с которыми мы работаем, тоже о которых знают. Это вот, допустим, начиналось вот такой вот первый, это был такой вот инновационный проект детский, да, Перо Жароптицы. Вот этот проект, он как бы был организован на базе кружка «Сказка-писание», который ведет заслуженный работник культуры Российской Федерации, вот, Каликин Павел Александрович. Вот он, значит, начал заниматься с детьми и учить их писать сказки. И оказалось это так интересно. И вот наши, значит, ребятишки, вот, сочинили, это первая сказка, которую они сочинили, вот, «Приключения ежика и его друзей». Вот, но вы понимаете, дело в том, что вот, 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 это вот книжка, вот, мы ее презентовали три года назад, вот, это была первая книга. Чем она интересна? Что вот этот проект, он объединил все детские коллективы нашего Дома культуры, они все участники этого проекта. И те, кто ходит в кружок «Сказка-писание», те, кто ходит в кружок и за студию нашу, да, «Волшебные краски», те, кто ходит в прикладное творчество «Очумелый досуг» и делают вот из природного материала разные вот эти вот, да, поделки. И вокальный коллектив тоже принял участие вот в этом проекте, потому что сказка написана, потом ее отдают в кружок и за студии, дети читают эту сказку и рисуют иллюстрации каждой к этой сказке, да, как он себе это представляет. Вот, вот, дети из «Очумелого досуга», они делают из сбросового материала вот домики, вот, вот, видите, вот какие вот шедевры, вот, это вот, вот, дети вот делают, да, тоже по теме этой сказки. Вокальный коллектив у нас есть своя студия звукозаписи, они там озвучивают эту сказку уже и с песнями и начитывают все это. Кукольный театр, который у нас в Сваткове, они на эту сказку делают куклы и ставят сказку, спектакль уже, понимаете, вот это, да, вот. Вот, и, в общем-то, это вот получилось, что, в принципе, вот, проект как бы, да, один, а заняты все дети. Почему мы пришли к этому? Потому что село — это, тут нет такого большого количества участников в кружках самодеятельности. Это не как в городе. Вот пришли, и 30 человек там занимаются из-за студии, там, 50 человек в вокале, и у них как бы они обособленно могут работать. А мы, с учетом того, что все-таки у нас эти коллективы, они не такие многочисленные, потому что по нормативам вообще в селе, вот, если шесть человек есть в кружке, это уже полноценный коллектив. Вот, вот, ну, это не очень интересно, и поэтому, ну, вот они шесть человек, а мы взяли и объединили вот эти все, да, вот, коллективы, и получилось, что вот в этом проекте у нас сейчас задействуют где-то больше 50 человек-ребятишек, которые этим занимаются. Это вот первая книга. Теперь дальше на базе этого мы пошли дальше, и мы придумали сделать как бы издательский центр «Коза Дереза», мы его назвали. И вот это, здесь уже не только эти сказки, тут вот, допустим, есть вот такой вот у нас вот еще следующая книга «Как совенок друга искал», да, это вот тоже еще одна книга, это уже в этом году, вот в прошлом году в творческом мы это издали. Теперь у нас есть, здесь также мы, вот, считалки дети сочиняют, вот, там же на тех же занятиях, на тех же занятиях с тем же педагогом. Да, мы тогда с тем же педагогом считалки, загадки сочиняют, вот, потому что, ну, он человек уникальный, он, он, вот, просто вот это, это вот все, это вот мы сейчас все это печатаем, и у нас, посмотрите, авторы, у нас ведь авторы прописаны, вот. Вот это, допустим, сочинялки участники кружка «Школа сказкописания», а иллюстрировали члены семейного клуба выходного дня «Очумелый досуг», вот, да, вот, все прописано. А здесь вот у нас фамилии, вот, допустим, вот эта книга, вот, «Как совенок друга искал», вот у нас авторы, посмотрите, и вот ребенок вот получил эту книгу, мы ее издали, и потом мы презентовали это в школе, в детском саду, и вот этим детям, да, вот на память вот эти книги, и они уже авторы, понимаете, они уже могут и дальше как-то, да, двигаться, вот. Скажите, а где вы печатаете это вот, это все? Вы все в нем в посаде, да. Есть у нас там человек, который тоже с нами давно дружит, и мы это вот. Ну, это же тоже стоит денег, бумага, краска, вот это все, работа. Да, это все, ну, это все за счет Дома культуры, мы сами это все, вот, оплачиваем, потому что это, ну, вот так, да. Вот, и дальше, значит, да, вот на этом мы тоже не останавливаемся, мы, значит, вот уже в конце прошлого творческого сезона, весной, мы уже начали делать диафильмы. Дети, дети сами, они вот уже рисуют фигурочки и делаем диафильмы. Сейчас я не скажу, как вот называется, не могу вам сейчас показать, но вот эти диафильмы уже один какой-то там мышка где-то там в уголочке, вот, да, вот как она бегает там по комнате, дети уже пытаются что-то, да, как мультипликация, да, вот это. Как анимация. Да, как анимация. Вот, и сейчас мы тоже, в общем-то, вот этот проект тоже представили на грант, уже здесь не президентский, а, кажется, губернаторский, вот, хотим дальше еще сделать мультипликационные фильмы. Сейчас мы закупаем автооборудование, стол для мультипликации, вот, да, вот, ну, пробуем, чтобы как-то вот детей развивать в этом направлении, а потом он еще проводит. Павел Александрович, вот, помимо этой работы, он еще встречается со старшеклассниками, это, с подростками и рассказывает им о работе журналиста. Он вообще как военный журналист, и он рассказывает, что это за профессия и как бы, как профориентация. У нас есть такое направление в Доме культуры, где мы встречали, наши уже учащиеся, встречались и с летчиком гражданской авиации, который рассказывал, что это такое, вот, что, вот, как туда, где учиться, и вообще вот об этой профессии, о стюардессах, стюардах, вот, как, что надо для этого уметь и как учиться. Сейчас вот у нас военные журналисты, вот, по журналистике. И вот мы эту вот работу в Доме культуры по профориентации, вот, ведем так планомерно, вот, раз в месяц мы обязательно рассказываем о какой-то профессии учащимся нашей вот школы в Березняках и дальше. Татьяна Петровна, вот, пока мы далеко не ушли от этой темы про анимацию, мультипликацию ребятишек, есть такой замечательный фестиваль в Егорьевске проходит, называется «Пластилиновые вороны», да, знаете, где представлены работы, именно детские работы, вот, в этом жанре, в этом направлении. И я думаю, что наверняка и ваши ребята, да, в перспективе, ну, конечно, конечно, но это очень такое сейчас и востребованное направление, и вы совершенно верно делаете, что развиваете его. Спасибо, знаем об этом фестивале, но пока мы еще туда не, нам рановато, нам надо немножечко еще подготовиться, вот, но поедем обязательно, будем принимать участие в этом фестивале, спасибо вам, да. Вот, так что вот такой вот проект у нас сейчас, он интересен, и мы также, вот это сказкописание, вот этот кружок проводим занятия в нашем онлайн-ДК, которое мы, у нас этот проект работает с Сергеем Посаде, и этим проектом тоже Дом культуры юности занимается, поручили нам эту работу, и вот сказкописание, вот тоже в онлайн-ДК, тоже есть спрос на это, вот, вот, и я думаю, что даже вот дистанционно уже те, кто не может сюда приехать, они могут заниматься и дистанционно, вот, в онлайн-ДК, вот, по сказкописанию по этому проекту, поэтому, мне кажется, он интересен, он нужен, и мы, конечно, его будем двигать дальше. Это вот то, что касается детей, ну и тут немножко тоже семья, вот семейный досуг, вот, да, чумилый досуг, это вот клуб, мы тоже как-то, они дети и с родителями вместе занимаются. Вот у нас в Бужаниново есть семья, вот Векшина Елена, у неё так, мальчик занимается в сказкописании, а она сама художник, и вот они вместе, вот книга где-то, вот Костя Векшин, вот, 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 вот эту, вот эту книжку, это вот, это уже как бы семья. Он писал ребёнок вместе с Павлом Александровичем, вот эту книжку, а иллюстрировала мама эту книгу, понимаете, это уже семейное, да, вот семью объединяет, и всё, вот тоже, мне кажется, вот этот ход очень тоже интересен, вот в нашей работе, я думаю, что, может, он будет интересен и другим учреждениям культуры, вот тоже как-то в этом плане работать, готовы поделиться. Как название этого проекта? Он называется «Жар-птица», да, вот, проект «Жар-птица. Дом культуры и юности» на базе сказкописания.